Добрый вечер! Я Ирина Евгеньева и смотрите сегодня в Информбюро. В Казахстане сократилось производство бензина. Насколько и с чем это связано? Как это сказалось на стоимости горючего и что будет дальше? Нацбанк передаст часть активов частным компаниям. О каких средствах идет речь? У нас очень жесткая инвестиционная стратегия. Есть ли риски у такого решения и что это даст? Опасный вес. Казахстанские врачи бьют тревогу. Как остро у нас стоит проблема ожирения? 50 процентов взрослого населения с избыточным весом. Что предлагают специалисты? Сколько в Казахстане живет граждан с именами Астана и Казахстан? Почему родители делают такой выбор? Естественно, возникает много вопросов. Почему выбрали? Чем руководствовались? Какие еще имена бьют рекорды по популярности? Производство бензина в Казахстане впервые за много лет сократилось. По данным Energyprom KZ, в стране на 3 процента снизились объемы производства этого топлива, а его цена незначительно, оно выросло. Эксперты говорят, это отражает реальную картину потребления бензина казахстанцами, тогда как раньше топливо утекало за рубеж. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Производство бензина в Казахстане сократилось. За пять месяцев с начала года выпустили всего 2,11 миллиона тонн горючего, на 3 процента меньше, чем за такой же период годом ранее. При этом объем производства рос 8 лет подряд. Уменьшился и спрос объем реализации моторного топлива на внутреннем рынке. За четыре месяца стал меньше, также почти на 3 процента. Но на ценах это уменьшение сказалось не сильно. По данным Замай, бензин подорожал лишь на 2,2 процента за год. В прошлом году цена на него подскочила сразу на 11 процентов. Средняя розничная стоимость бензина марки АИ-92 составила 202 тенге за литр. АИ-95-96 – 252 тенге за литр. АИ-98 – 292 тенге за литр. Эксперты говорят, производство упало из-за уменьшения спроса. Раньше из-за дисбаланса цен казахстанский бензин стоил на порядок дешевле, чем в соседних странах. Около 500-700 тысяч тонн топлива в год утекали за границу. В последние годы стоимость начала выравниваться, ездить за казахстанским бензином стало невыгодно. Сейчас перетоки, если есть трансграничные, то они не такие существенные, как были раньше. Поэтому мы сейчас будем видеть наши реальные объемы потребления. При этом, как вы знаете, у нас часть заводов периодически встает на ремонтные работы. И поэтому какое-то периодическое увеличение или уменьшение объемов производства, оно случается. В этом нет ничего сверхъестественного. При этом, по словам эксперта, теперь, когда станут известны реальные объемы потребления, вероятно, что и строительство четвертого НПЗ, как и модернизация действующих, уже может не потребоваться. В министерстве энергетики говорят, за счет сокращения производства бензина и мазута было увеличено изготовление авиакеросина, битума и других видов нефтепродуктов. Переработка у нас в стабильном режиме работает. План нефтепереработки у нас на 2024 год составляет 17,9 миллион тонн. Он к концу года будет достигнут. Резапасы на сегодняшний день достаточны. В Минерго говорят, в ближайшее время цены на бензин поднимать не планируют. Если стоимости вырастет, то не из-за сокращения объема производства. Все АЗС обеспечены топливом в полной мере. Национальный банк передает часть активов Казахстанского фонда гарантирования депозитов в доверительное управление частным компаниям. Таким образом идет процесс разгосударствления рынка ценных бумаг. Первый этап отбора успешно прошли шесть финансовых учреждений. На сегодня в портфеле Казахстанского фонда гарантирования депозитов 1 триллион 300 миллиардов тенге. Из них 200 миллиардов передают таким частным управляющим компаниям, как Халлокфинанс, БЦК Инвест, Жусан Инвест, Центра Секюритис, Юди Капитал и Тансар Капитал. Дальнейшая передача активов будет осуществляться поэтапно, в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний. У нас очень жесткая инвестиционная стратегия применяется к доверительным управляющим. В частности, у нас разрешено инвестирование только в государственные ценные бумаги, облигации квази-государственного сектора до трех лет и облигации международных финансовых организаций до трех лет, а также операции обратного РИПО. Для целей контроля за доходностью доверительных управляющих Национальным банком совместно был разработан композитный индекс, который публикуется на бирже с апреля месяца. Главная задача частных управляющих – превысить показатели доходности депозитов. При этом риски потерь накоплений граждан минимизируются за счет дополнительного надзора со стороны кастодианов, то есть обеспечивающих учет и хранение активов, а также контроль за соблюдением частными управляющими требований инвестиционной политики. Идет процесс возрождения института частных управляющих компаний. Я думаю, этот вклад принесет в развитие этой сферы, в развитие институтов. Это первый толчок. А если все же возникнут риски, Казахстанский фонд гарантирования депозитов может в одностороннем порядке расторгнуть договор с частным управляющим. Главная цель – сохранение средств без резерва и поддержание высокой ликвидности. Елеман Раимбеков, Ринат Абухаиров, Информбюро. Уже вот этой осенью в Казахстане проведут общенациональный референдум, в котором граждане смогут проголосовать за или против строительства в стране атомной электростанции. Каковы риски и выгода, и что думают о возможном появлении в стране АЭС эксперты в области энергетики и экологии, узнавала Эльмира Ержанова. О возможном строительстве атомной электростанции в поселке Улькен в Алматинской области заговорили в минувшем году. Тогда же стало известно о проведении общенационального референдума. Уже этой осенью граждане проголосуют за или против АЭС. Ее задачей станет обеспечение энергетической безопасности. Ведь по данным Министерства энергетики, уже к 2035 году в стране не будет хватать производимой электроэнергии. А многие ТЭЦ устареют. Ведомстве считают, что вместо их ремонта и модернизации, которые обойдутся в миллиарды тенге, проще построить атомную электростанцию. К тому же Казахстан намерен достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Наличие такой электростанции, это говорит о том, что государство все-таки осуществляет или идет в направлении экологичности. Сегодня Казахстан все-таки является лидером по добыче природного урана, а это единственный сегодня распространенный топливо для атомных электростанций. Энергетик Асетна Урсбаев критически относится к вопросу строительства атомной электростанции. Он отмечает, что атомная энергия в пять раз дороже, чем энергия возобновляемых источников. К тому же Казахстан не обладает технологией обогащения урана. Поэтому придется обращаться к зарубежным странам так называемого ядерного клуба. Эксперты уверены, взамен ядерного источника энергии можно использовать нефть, газ, уголь, гидроресурсы, солнечную и ветровую энергию. По всем мире однозначно видно, мощность ядерных электростанций совокупно снижается в течение 20 лет. Мощность новой, зеленой, чистой энергетики непрерывно растет. И тут надо вспомнить, что атомная станция строится не менее 10-15 лет. То есть вместо того, чтобы разговаривать, нужна ли она нам, можно вводить каждый год столько мощности альтернативной энергетики, что она уже не понадобится через несколько лет. Если обратиться к опыту других стран, то на сегодня наибольшее количество действующих атомных реакторов насчитывается в США. Там их 94. Во Франции 56, Китая 50, России 38. Чуть меньше в Японии и Южной Корее. Но есть и страны, которые полностью отказались от ядерной энергетики. Германия, Австрия, Италия и Литва. Каждый десятый казахстанец страдает от лишнего веса. А по распространенности ожирения среди детей мы приближаемся к США. Согласно данным Казахстанской академии питания, избыток массы тела наблюдается у половины взрослого населения страны. Арман Сарсенбаев продолжит тему. Как передает Всемирная организация здравоохранения, с 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились более чем вдвое, а среди подростков – в четыре раза. Лишний вес увеличивает риск проявления сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, дает дополнительную нагрузку на суставы, негативно влияет на репродуктивную функцию и даже может провоцировать развитие 12 видов рака. Основной причиной специалисты называют низкую физическую активность и некачественную пищу. Это пассивный образ жизни. Во-первых, во-вторых, неправильная еда. У нас дети, как вы сами знаете, очень любят фастфуд. Фастфуд, естественно, что из-за того, что у нас очень много социально незащищенных слоев населения, естественно, кушают в очень дешевых фастфудных, где вся эта история на очень дешевом масле и так далее. В норме у женщин должно быть от 15 до 30% жировых тканей по соотношению к остальному весу. У мужчин этот показатель должен быть еще ниже 20-25%, что обусловлено физиологическими особенностями. Кардиохирург Юрий Пя отмечает примечательный парадокс. Чем выше экономический уровень в странах, тем больше людей с ожирением. Сейчас надо донести до нашего социума, что процент ожирения у нас уже где-то приблизился к 50. Если брать общее население, 50% взрослого населения с избыточным весом. А избыточный вес, он ведет к повышению давления. В первую очередь, это защита организма. Он повышается давление и в итоге избыточный вес и давление являются самыми первыми факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний. А по информации Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день – это убийца номер один на планете. В год от проблем с сердцем погибает 20 миллионов людей всего мира. А это население целого Казахстана. Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний, к 2030 году число людей в развитых странах с избыточным весом будет превышать 50%. В частности, ожидается, что к этому году в Казахстане будет полмиллиона детей с ожирением. Ранее для борьбы с недугом Минздрав предлагал ввести акциз на сахаросодержащие напитки, но проект закона был отклонен. Арман Сарсенбаев, Дидар Жомар Тулы, Информбюро Астана. Жители Петропавловска, чьи дома после наводнения признали аварийными, получили ключи от нового жилья. В микрорайоне Берлик сегодня сдали 51 дом. Новоселов поздравили Аким Североказахстанской области ГОС Нурмахамбетов и председатель правления корпорации «Казахмыс» Нурахмет Нуреев. Семья Амировых прожила в поселке Заречный пять лет, но большая вода в одночасье оставила их без крова. Сегодня в числе первых они получили ключи от нового дома в микрорайоне Берлик. Мы сказали ура на земле. Мои дети на земле привыкли, я привыкла. Хочу, чтобы мои дети счастливо жили здесь, в этом доме. Это неожиданная такая история получилась. В новом доме все удобства смотрю, все мебели есть самые нуждающие. Семья Михайлинка тоже обрела сегодня новое жилье. 35 лет они прожили в районе Подгора. Глава региона лично поздравил их с новосельем. Мы все беды, которые сегодня обрушились на нашу Северо-Казахстанскую область с учетом этого паводка, все это преодолеем, тем самым выполнив поручение нашего государства. Крепкого здоровья, благополучия, чтобы все у вас обретворялось в жизни, чтобы в этом доме он наполнялся только счастьем, уютом. 51 новый дом построила группа компаний «Казахмыс». Всего же до конца лета они возведут 180 новых домов. Ручаются застройщики и за качество жилья. Два года гарантии на каждый из дома есть. Все недочеты, если они будут вылезать со временем, а это строительство такое бывает, да, все это будет устраняться. Акимобласти также отметил, что ключи от всех 700 строящихся домов вручат до начала отопительного сезона. Екатерина Белоусова, Анатолий Бледных, Информбюро, Петропавловск. В аэропортах Турции будут строже досматривать вещи пассажиров. Соответствующие поправки в закон о гражданской авиации принял парламент страны. Досмотр багажа будут проводить на входе в терминал и в зону посадки. При этом внимательному изучению подлежит не только багаж, но и электронные устройства. Запрещенные подозрительные предметы сотрудники безопасности вправе изъять на месте. А пассажиров, которые откажутся от досмотра, не пустят в зону вылета. Ужесточают требования и к членам экипажей. Так, за недонесение о нарушениях на борту полетной бригаде грозит штраф до 15,5 тысяч долларов. Это больше 7 миллионов тенге. Продолжаем эфир. В одном из элитных жилых комплексов Алма-Аты разразился большой скандал. Часть жителей ЖК Нурлы-Тау выступает против ОСИ. Они считают, что организация взяла шефство над домом незаконно. Якобы подписи некоторых жильцов были подделаны. А Норман Гельзинов разбирался. Вот здесь получается доказательство подделки моей подписи. Вот на этом телефоне видно, что они подделали мою подпись. Это не настоящая моя подпись. Вот это моя настоящая подпись. Вот они никак не похожи. Ельдос Копафи и другие жители элитного ЖК Нурлы-Тау утверждают, что их подписи подделали. Они устроили очередной сход. Цель его – признание недействительным недавно образованного объединения собственников имущества. Или, проще говоря, ОСИ. Некие лица создали ОСИ. Причем создали ОСИ по закону, чтобы добраться до кворума, они подделали подписи. Сейчас порядка 50 человек признали, что подписи не их, подписи фальсифицированы. Подделали подпись за человека, который, к сожалению, уже умер. И подделали подпись за женщину, которая после развода уже поменяла свою фамилию, они ее старой фамилией подписались. То есть вот такие моменты, которые очень очевидны. Недовольны жильцы работы управляющей компании, которая, по их словам, наняла действующая ОСИ. Они жалуются, что элитный дом содержится ненадлежащим образом. Постоянные срывы доводчиков дверей у нас, постоянно открытые двери. Очень частые отключения, которых за 17 лет ранее не было, на паркинге света. То есть ты выходишь с ребенком, и как в фильмах ужасов, потому что там-то окон нет. Ты идешь, и тебе страшно, что на тебя кто-нибудь нападет, например. Понимаете? То есть вот такие вот моменты все происходят. Плюс, опять же, общение нового персонала, который в управляющей компании подчиняется сейчас. Одна из администраторов нам сказала, у нас есть аудиоподтверждение, что нас хочет поставить в стойло, понимаете? Вся обвинение в свой адрес в управляющей компании отвергает. Недовольны лишь часть жителей, говорят, в администрации. Я как поняла, у них между собой, ну, вот идет диверсия, как я поняла, конкретная. Каждый день ломается дверь, которая не ломалась, когда они оказываются. Но мы это все вовремя устраняем. Ответа люди ждали и от представителей ОСИ. Они на связь с нами вышли, но только по телефону. Обещали позже дать разъяснение. Но после этого звонка никаких сообщений не было. Казахстанцы все чаще выбирают для своих детей необычные и редкие имена. Например, по данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает 24 человека с именем Астана. И 31 человек носит имя Казахстан. Валентина Леонова познакомилась с одним из носителей редкого имени. По данным Бюро национальной статистики, среди мужских имен в первом полугодии 2024 года самым популярным оказалось имя Мухаммед. Так назвали порядка 1970 детей. На втором месте Айсултан, а замыкает тройку имя Алихан. Что касается женских имен, то лидирующую позицию с 2019 года удерживает имя Медина. Затем идут Аслым и Айша. Выбирают казахстанцы и более патриотические имена. Патриотическими именами у нас в Казахстане называют такие имена, как, ну, к примеру, Астана. Их у нас по республике 24, 12 мужчин и 7 женщин. Также имеются имена, такие как Ару Астана, Астанабек, Астанадин, Астанай, Астанасул, Астаналей, Астанат, Нур Астана и Элина Астана. В нашей стране 31 человек носит имя Казахстан. Одна женщина, остальные мужчины. Один из них живёт в Павлодарской области в селе Майкаин. Павлодарский Казахстан – единственный житель области с таким необычным именем. И, конечно, он чувствует ответственность, нося такое особенное имя. «При знакомстве с новыми людьми, естественно, возникает много вопросов. Почему выбрали, чем руководствовались и какой посыл хотели передать? Всем отвечаю, мои родители – Кандасы. И когда они вернулись на родину, родился я. В честь этого получил имя Казахстан». Каждый родитель сам выбирает, как назвать своего ребёнка. И нет списка запрещённых имён. Но если есть элементы брани или неблагозвучные слова, в 16 лет при получении удостоверения личности ребёнку могут отказать в выдаче документов с таким именем. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Информбюро Павлодарской области. 160 тонн мешков с грунтом вывезли с набережной реки Жаек-Ватерал. В нефтяной столице продолжается общереспубликанская акция «Таза Казахстан». Сегодня жители неравнодушные к природе родного края вышли на субботник. Тему продолжат мои коллеги. Минувшие весной в Атырауской области готовились к паводкам. Около пяти миллионов мешков уложили для защиты от подтопления. К счастью, все населённые пункты, в том числе и город Атырау, уберегли от большой воды. Сегодня в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» защитные дамбы на набережных разбирают, а мешкотары вывозят за город. «В очистке набережной от мешков участвует 160 человек из нашего коллектива. Также задействована спецтехника, три экскаватора, два камаза, один самосвал. Разбираем дамбы, построенные здесь три месяца назад. Приводим набережную в порядок». По итогам акции с набережной рабочие вывезли 160 тонн грунта. Его вернули в песчаные карьеры, откуда ранее его и извлекли. «В рамках акции «Таза Казахстан» мы начали убирать все мешкотары с песком с берегов реки Жаек. У нас есть свой определённый участок, закреплённый за нашей партией. Здесь сейчас работают члены партии, общественные активисты, депутаты и молодёжь». Акция «Таза Казахстан» продолжилась и в пяти районах Атыраусской области. Для молодёжи субботники прошли в формате квеста. Также организаторы определили победителей в номинациях «Чистый берег», «Чистое село», «Чистый двор» и «Чистая улица». Наргижина Бекова, Анастасия Новикова, Информбюро, Атыраусская область.